Стены входа в подземный туннель еще черные и пропитаны копотью от многочисленных пожаров. Тем не менее, службы спецавтохозяйства освободили переход от мусора, скопившегося за все эти годы. Теперь им предстоит сделать капитальный ремонт. Над восстановлением туннеля трудятся бригады рабочих. На данный момент здесь ведутся строительные работы, малярка, восстановление поверхности стен, потолка, пола, для того, чтобы это помещение могло функционировать в полном объеме. До закрытия этот подземный переход выполнял важную функцию – обеспечивал пересечение опасного перекрестка под землей. С виду этот безопасный участок дороги забрал немало жизней за прошедшие годы. Специалисты отмечают, после реконструкции переход сохранит свое главное назначение, а к тому же будет благоустроен. В дальнейшем будут рассматриваться варианты, как эффективно использовать данный пешеходный переход. Может быть, будет обустроен даже общественный туалет, может быть, будут размещены какие-то торговые точки. И будем думать, будем думать, что все работало так, как должно работать. Пересечению опасного перехода через дорогу жителям микрорайона Октябрьский не привыкать. В спешке многие даже не дожидаются зеленого сигнала светофора или вовсе перебегают дорогу в неположенном месте, даже с детьми. Жители уверены – открытие подземного туннеля на порядок снизит риск несчастных случаев. Переход обязательно нужен, потому что здесь объездная дорога одесская. Здесь невозможно перейти безопасно. Движение большое, транспорт очень большое движение. И здесь и дети переходят дорогу. Переход это был, когда-то работал, очень хорошо, удобно было. После открытия туннеля, утверждают специалисты, необходимо закрепить за ним охрану. Во избежание несчастных случаев, в ночное время его, возможно, будут обходить сотрудники милиции. Закончить ремонтные работы и открыть подземный переход власти города планируют уже ко дню республики. Инна Сипита, Дарья Серебрякова, Роман Донец, Первый республиканский.